Всем доброе-придоброе утро! Мы идем на утреннюю прогулку. Заодно выброшу коробку Чарли и потом у нас кое-какие планы есть. Так как сегодня праздник, вчера был у меня праздник, будем отмечать сегодня, как говорится, два в одном мою первую тысячу и день андалусии. Так что вот такие вот у нас дела. А куда мы поедем? Все это вы узнаете через несколько минут. В парке очень много народа и я сегодня вспомнила. Слушайте, а что племянница приехала? В общем, знаете, сегодня бегуны такие бегут по всему городу. Ну и как эстафета или как это называется-то? Марафон, марафон, марафон. В общем, и на них разноцветной мукой кидают. Вот. Оно каждый год было. Раньше мы жили, когда в старой квартире, там всегда мимо нас пробегали все и мы обращали внимание. Вот смотрите, видите, они все в разноцветной муке бегут. Ну, типа, и бегут, там победители есть. Вот видите? У меня, кстати, есть тоже это видео. И что они все бегут? А ты беги-беги-беги. Дети все, в общем, семьи по всему городу. Так вот они бегут. Блин, а я забыла совсем про это. Не, ну я точно не побежала. Видите, они все разноцветные. Вообще прикольно так. Я говорю, Чарли, блин, ну ты что не видишь, что сегодня заняты? С колясками. Отмываться, правда, потом от этого всего. Ну, прикольно и весело. И вот они по всему городу так бегают. Видите? Отмечают. И, кстати, отдыхать испанцы умеют и любят. Вот. Гляньте, какие они все разноцветные. Фикутсу, знаешь. В общем, это не очень хорошая идея была сегодня прийти в парк. Потому что гулять невозможно. Это пипец какой-то. Смотрите, сколько народу. Ну, сейчас вот тут погуляем. Немножко. Это вообще, гляньте, видите, они все это кидают мукой этой. По-моему, мука цветная. Вообще музыка орет. В общем, гуляние. Мы тоже сегодня гуляем, так что у нас еще все впереди. Пипец сколько народа. Мы приехали в Альмунекар. Сейчас с девчонками встретимся. Они где-то там нам место заняли. Покушаем сегодня с ними. Смотрите, какая красота. Тепло. Люди на пляже. День Андалуси празднует. Ветерок, правда. Как всегда, включила камеру и разговариваю, а она не снимает. А я там распинаюсь. Так я уже включила. Все уже. Семечки грызем. Видите, сколько народу. Иностранцы. И мы сидели. Сейчас уже там паэлью делают. Пойду засниму. Вот такой вот барчик тут. Поются песни типа фламенко испанская. А где паэлью делают? Где-то здесь. Сейчас посмотрим. Вон там. Как не пойму, одну уже сделали? Что-то такое большое. Смотрите. Что-то она уже пустая. Наверное, уже одну делали. Когда посмотрю. Как сейчас victim Story 2? Как что-то такое. Классовые таки. Это какое-то столпотворение, смотрите, вот эта вся очередь стоит за поэзией. Я что-то не уверена, что нам хватит в нее, вообще пипец, потому что мы стоим где-то там в конце, это вообще что-то, о, глянь, спит как собачка. Стердон, пипец какой-то, две тикеты продают, я за тикетом пришла. Вы смотрите, какая у нас тут пляжная ситуация. Кто как? Пляжная ситуация. В тесноте, но не в обиде, гляньте очередь. А мы, если честно, без очереди, мы наглые. А после обеда все начинается тут снять, дискотека, все пляжут там внутри, смотрите, как суморода сколько много. Ой, мы так насиделись, девчонки все еще сидят, но они здесь живут, а нам еще домой ехать. Вот смотрите, какой крест. Он вообще раньше ночью светился, а сейчас почему-то не светится. В общем, кто-то живет. Здесь недалеко находится магазин русский, который я снимала на ту неделю, что недели две назад. Хочу в него заглянуть и кое-что купить русского. И все, и поедем домой к моему маленькому Чарли Брауну. Смотрите, какое море сегодня. Вообще, день сегодня замечательный. Я в одной джинсовке, в платье, джинсовке. У меня, конечно, обувь вся черная. Танька мне пирожки привезла, представляете? Не пирожки, а беляши. Я когда-то ей говорила, не когда-то, а дня назад, говорю, блин, так какое-то. И она мне сегодня привезла, представляешь. Так что завтра на завтрак у меня будут беляшики. Ну, ням-ням. Туристов много вообще. Вообще, здесь зимой как бы не очень много народа. Но так как в выходные все приехали отдыхать. На дискотеке там пляски устроили. У них там дети, они все спят, ребятишки уснули. И они говорят, мы еще посидим. Но я уже домой хочу. Время уже 5, 6 часа. И как бы хорошего понемножку завтра работать. Как всегда смотрю своего большого брата. Муж смотрит футбол в спальне той. Чарли тут отдыхает. Вернее, он отдыхал вот тут. Но так как я встала, он, естественно, свалил. Я сегодня в русском купила вот такую тушенку говяжью. Не знаю, хорошая, нехорошая. Спросила у девочки. Она тоже не знает. Говорит, не пробовала. Не знаю. Она чья? Литовская, что ли? Что-то даже не... Латвия. Латвия. Латвийская. Как правильно говорить-то? Даже не знаю. В общем, хочу завтра сделать макароны себе с тушенкой. Ностальгия. Хочется иногда. Можно и с гречкой, но у меня муж гречку не ест, поэтому предпочитаю с макаронами. Классика жанра, скажем так. Смотрите, я сегодня сидела почти 5 часов на солнце. Прям вот солнце мне лепило в глаза. Ну, там тоналка, видимо, хорошая, с хорошей защитой, что я не обгорела. Я думала, что я вся обгорю нафиг. Потому что, действительно, 5 часов на солнце, и прям солнце мне постоянно светило в глаза. Я думаю, будут у меня как черепаха-тартуга, что ли она называется, тортила, как она называлась. Вот тут глаза от очков, и вот тут все загорело. Ну, нет, нормально себя выгляжу. Я еще сейчас умылась, как бы крема нанесла. Так что, ничего, все нормальненько. Вот, завтра утром у меня девочка одна едет со мной. Ну, девочка, женщина уже. Она будет себя приводить в порядок волос. Покрасим ее, подстрижем. Я ее заберу здесь. Предпочитает ездить. Я говорю, можно ко мне на работу, ну, не на работу, а домой приходить. В понедельник, например, я не работаю. Я говорю, тебя бы оприходовал. Ну, видимо, она предпочитает туда на работу. Ну, да, в принципе, там и удобнее. Вот, и голову удобнее помыть, и так развеяться, как говорится. Ну, не все это в этом городе. Ну, в общем, поедем завтра, оприходуем. Время будет между клиентками. Я так думаю, что я ее и назад привезу, даже не знаю. Вот, что у нас еще на план? Завтра уже пятница, и все. После обеда мы опять поработаем, и пойдем на пляж погулять. Вообще, погода замечательная. Завтра первый день весны. Всех вас поздравляю с первым днем весны. В Испании весна начнется 21 марта. Здесь всегда начинается 21 до 2 числа. Все времена года начинаются. То есть, в России, допустим, 1 декабря зима. В Испании 21 декабря. Вот так. А еще у нас в марте, в марте, да, время переводит, представляете? Я уже не дождусь, потому что утром очень светло. Я сегодня встала в 8 часов, представляете? Когда в обычные дни я встаю без 15, без 29, сегодня в 8. Всегда так. Как выходные, так мне не спится. И прям вот свет вот в глаза. Я не люблю закрывать жалюзи. Я люблю свет. Поэтому жалюзи я почти никогда не закрываю. Но если только в крайнем случае, когда очень сильный ветер. А так я люблю, чтобы вот даже утром, чтобы было светло просыпаться. И знаете, не в темноте, а вот чтобы солнышко было, чтобы светло было. Вот так люблю. И вот сегодня утром встала и было прям светло-светло. Поэтому еще целый месяц, считай, до переведения, когда переведут время. Вообще я не понимаю этот перевод времени. Но все-таки его жду, потому что с переводом времени я буду открываться на час попозже. Ну, естественно, закрываться тоже. Но тогда у меня в обед будет на час больше времени побыть дома. А сейчас просто иногда успеваешь только приехать домой, покушать. И опять тебе нужно уже возвращаться на работу. У меня какое-то было время, когда я оставалась на работе. И вот эти вот пару часов. Вот. Ну, вы знаете, когда целый день находишься на работе, это прям как-то по мозгам действует. И как-то скучно, что ли, однообразно. Нет, мне так не нравится. Я люблю разнообразие, и поэтому, думаю, лучше съезжу два раза туда. Вот. Ну, просто, конечно, я раньше открывалась каждый день. И утром, и вечером. И вроде бензин гонять туда-сюда, и я оставалась там. Потом просто увидела, что нет смысла открываться вечером. Потому что те, кто хочет прийти в парикмахерскую, просто придет утром. У нас там такая деревня маленькая. Вот. Все друг друга уже знают. И то есть они... То есть, если... Ой, ты закрыта вечером? Да. Ой, ну ладно, я тогда утром приду. Вот так вот. У меня нет таких вот, знаете, как есть парикмахерские. Когда ты идешь, идешь. Ой, зайду в эту парикмахерскую. Нет. У меня все, как говорится, все рассчитано, все подсчитано. Я уже знаю, кто, например, завтра придет ко мне, во сколько ко мне придет. Вот. Ну, может там прийти кто-то... Я уже много раз рассказывала, что ко мне может прийти, конечно, какая-нибудь новая клиентка, которая вот там... Ей посоветовала другая моя клиентка. Вот. Потом она становится опять постоянной. Такое тоже бывает. Нередко. Иначе как клиентуру найдешь. Никак. Только таким способом. Вы знаете, я когда открыла парикмахерскую, я сделала рекламу. Я разносила вот эти вот, как они называются, листовки. Это все фигня. Это ничего не действовало. Действовало только как вот... Изо рта в рот, или как там вот назвать-то. Ну, в общем... Радио, что ли. Ну, в общем, когда одна говорит другой, что вот там открыли парикмахерскую, то заходила она хорошая, там, по рекомендациям, скажем так. Вот это все реклама. У меня даже есть такие клиентки, которые буквально живут рядом со мной, прямо вот соседи. И они узнали обо мне буквально через два года. Говорят, а я даже не обращала внимания, что ты здесь. Мне вот сказал там та-та-та-та. Представляете? Ой, смотрите, начнется еще новая такая передача хорошая. Джипси Кинд. Это про испанских цыганей. Вот такая интересная передача. Ну, опять, цыгане такие, они живут по-цыгански, но у них там и квартиры есть, там работа. В общем, мне нравится смотреть про них. Тоже когда-то начнет. Ой, вообще так спать охота. Ой, хотя времени еще 11 нету. Но уже охота спать. Чарли мой тоже уже спит. И моя радость усни. А еще у меня батарейка садится. Сейчас будем батарейку садить, вставлять, чтобы она до завтра у меня зарядилась. И чтобы я смогла с вами пообщаться и завтра. Так что, кто не подписан, подписывайтесь. И ставим лайки. И оставляем свои комментарии. Будем с вами прощаться до завтра. У меня как раз закончилась рекламная пауза. Всем пока-пока. До завтра.